Приветствую вас. Вообще, вы знаете, мне кажется, вы как-то не определились, вы думаете о самоликвидации или вы хотите ситуацию исправить. Вы подумали ли о своем муже? Мне показалось, что довольно резко появились мысли о самоликвидации, собственно, бесполезно, что точнее мне показалось, что подобные мысли у вас были всегда, и сейчас просто они дали, как бы, на себе больше знать, но мне почему-то кажется, что подобные мысли у вас были всегда, просто вы, может быть, ну, может быть, вы предпочитали их, эти самые мысли, не замечать и так далее. Вот. То есть, вам нужно определиться с тем, чего вы вообще для себя хотите. Вот. И это первое. Второе. Ну, то, что вы, как бы, держали себя в руках, выглядит как подавление эмоций. Вот. Вот. Соответственно, такое достаточно, ну, продолжительное подавление эмоций. Вот. А сейчас у вас ресурс, как бы, закончился, закончился, и вы больше не в состоянии. Так делать. То есть, по сути, вы не в ладах с, значит, со своими эмоциями, вы не привыкли их случить, не привыкли им, ну, им доверять, не привыкли их как-то выражать, может быть. И мне кажется, что основная проблема в этом. Вот. А если у вас, если у вас есть диагноз, то вам нужно лечить лечение, конечно, в том числе. И психотерапевтическое лечение. Ну, то есть, может быть, медикаментация, но в целом, это работа именно с чувствами, с защищенностью вашей, с неким обесцениванием себя, потому что вы следите своих чувств. Если это какой-то следит, может быть, чувствует чувство вины, не знаю, то есть, есть некие вот такие субъективные основы для вашего состояния, и именно на это нужно обратить, обратить ваше внимание. Вот то, что я могу вам сказать. Что-то касается мышления, то... с мышлением... все будет... постоянно... последовательно. Сначала одно, потом другое, да, то есть, сперва... вот... скорректировать этот момент, потом скорректироваться уже... другой момент. Вот. Такая вот история. Тут не выходить нужно из этого состояния, а посмотреть, для чего оно вам нужно, как вы в нем оказались, вследствие чего. Вследствие чего вы... подавляли, зажимали свои чувства, чувства... держали... себя в руках. Вот. Чего вы боялись. Вполне вероятно, что вы себя держали в руках только для того, чтобы в определенный момент позволить себе вот это все. Плакать и так далее. При этом себя же наказывать за это. То есть, это... такой достаточно серьезный внутренний дисбаланс. И его нужно корректировать. Вот. Также, честно говоря, я не очень... понял... что значит, что вы... что вы имеете ввиду, когда говорят, что мы еще уходим в игру, мы не разговариваем с ним на эту тему, не обсуждаем. Не очень понятно, что вы имеете ввиду. То есть он... Вы хотите сказать, что он игнорирует... ну, игнорирует... факт наличия у вас... проблемы... и диагноза? Вы это хотите сказать или что? Просто я не очень понимаю, что значит игра. по поводу чувствительности вашей, я могу сказать, что подобная чувствительность, когда что-то довольно легко выводит вас из душевного равновесия, это про непрожительность определенных чувств. Вот. Что при условии, вот, того, что вы... ну, того, точнее, как вы к себе относитесь, оно выглядит... выглядит вполне... себе реалистично, да? так, что... ну, если вы... к себе относитесь, вот... так, что... считаете допустимым... ну, наступать себе на горло, да? я считаю допустимым... там... как вы говорите... в руках себя держать, да? вот... что... ну, нет ничего удивительного, что... вы плачете из-за... на первый взгляд вообще непонятных вещей. потому что... ну... по-другому просто быть не может. либо... либо все непрожитые, непрожитые вам чувства просто... сейчас... дают о себе знать... и это нормально. вот... эм... паническая атака, это страх, это не защищенность, если мы говорим... о панических атаках, непосредственно, тревога... вот... тревогность, это... игнорирование определенных... изменений окружающего мира... вот... об этом... ну... это... тоже... такой... достаточно... важный момент, на... который вам необходимо обратить внимание. вот... опять же... знаете, все выглядит... все выглядит... так, как будто вы просто вот... на... постоянной основе игнорируете свои переживания, свои эмоции, свои чувства. вот... и... в итоге это все вот... выливается в... такую вот... ну... крайне... неприятную... ситуацию... крайне... неприятную... что... и... потому что вы... себя... да... принуждаете... опять же... кхм... о... значит... из этих ситуаций видь... как вот вы говорите там... я хочу выйти из этих ситуаций, как вы говорите вы... мне этот скат не нравится, я хочу не выйти... так... я хочу выйти из этих ситуаций, как вы говорите вы... я хочу выйти из этих ситуаций... Ах, да, чего-то, да, да, вам это все очень-то нужно, но в данном случае вас это не волнует, вот. Вы себя чувствуете, уязвимы. Вот это нормально, но он не научится это уязвимы сделать. Кстати, муж вас, он реагирует на, ну, если я вас правильно понял, если игрой вас реагирует на игру, то, что вы демонстрируете игрой, потому что не привык, значит, потому что вы свои чувства выражаете. Вот, к сожалению. Вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам. А я желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok